Бисмилляху рахману рахим. Для моей аудитории несколько слов. Она довольно большая, моя аудитория. Последние дни, последние события. Будем надеяться, и я практически после каждого намаза обращаюсь к этой молитве и ко Всевышнему, чтобы мир изменился в лучшую сторону для людей, для народов. И если более конкретно, то в первую очередь для народа России и Украины. По крайней мере, это моя молитва. Для народов. Мировые державы совсем уже потерялись в своей ненасытности, гиперпотреблении. Лоббирование интересов это всем невооруженным взглядом уже видно. тот же самый фильм «Власть» про Дика Чейни. Мировая элита потерялась в гиперпотреблении, в роскоши. не зря в Куране говорится «Иннель мубеддирин и кэнвихваны шалтын» «Расточительные друзья дьявола». «Ни исключение Россия, постсоветское пространство, не исключение, нет. Но будем надеяться, что вот эта встряска для всего мира, когда в том числе выявляется, кто твои друзья, кто твои враги на самом деле, надеюсь, все постепенно вылезут, в том числе все эти западные интриги против России и многих других стран. Но очень хотелось бы, чтобы сегодня-завтра нашими с вами молитвами, в том числе, это завершилось самым выгодным образом для всех народов, обычных людей мира. А элита все-таки задумалась, может быть, уже хватит продвигать интересы компании, которые потом им дают значительный бонус, а они дальше продолжают свою праздную жизнь на очередной какой-нибудь там покупке яхты или самолета. И вы увидели, сколько желчи, ненависти в людях. Поэтому жизнь изменится в лучшую сторону, если каждый из нас, обычных людей, не будем оскорблять друг друга, а наоборот. Наоборот. Помолимся друг за друга и в каждом дне будем делать в учебе, в работе от нас зависящее.